От Луки, 17 глава, с 11 стиха, это слово Господь поместил в мое сердце прямо перед приездом сюда. И это очень важно, я всегда это подчеркиваю, чтобы кто-то понимал, что вы здесь, Бог знал, что вы приедете, или Он знал, что вы сядете возле экрана, и Он хотел, чтобы вы это слышали. Аллилуйя! Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей, это Иисус. И когда входил Он в одно селение, встретили Его девять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. Громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарианин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Те же девять. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал Ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Обратите внимание, давайте об этом одном поговорим. Один же, 15 стих, из них, видя, что исцелен. То есть, они пошли. И когда они пошли, очевидно, они исцелились. Потому что, видя, что Он исцелен, возвратился. Значит, Он не дошел еще до священников. Когда они шли, увидев, что исцелился, Он не пошел к священникам, куда их направил Иисус. А сказано, увидев, что Он исцелился, возвратился. Это очень интересно. Громким голосом, возвратился громким голосом, прославляя Бога. То есть, Он когда увидел, и они же все тогда очистились. Потому что Иисус сказал, все. Получается, они все увидели, что с ними произошло. И 9. Пошли дальше в Иерусалим, чтобы показаться священником. А самарянин, увидел, развернулся и возвратился. И когда он шел к Иисусу, он громким голосом, то есть, он кричал по пути, благодаря Богу, прославляя Бога. Бог меня очистил. Я чист. Я был прокаженный. Теперь я здоров. Смотрите, теперь я чистый. Слава Богу! Какое чудо произошло! Он кричал. И пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его. И тогда Иисус сказал, где остальные? Интересный вопрос. Иисус отправил их к священнику. И Иисус спрашивает, где остальные? Иисус их отправил в другую сторону. И тут Он спрашивает, где остальные? Почему они не возвратились воздать славу Богу? Был другой план, другой сценарий. Они все должны были возвратиться к Иисусу, возвратиться в то место, где Он стоял, потому что очевидно, что чудо произошло быстро. Иисус был между Самарией и Иерусалимом. Он не ушел еще с того места, слышите? Это чудо быстро произошло. Он оставался там, потому что, когда этот возвратился, Иисус был на прежнем месте. То есть, это быстро произошло. Иисус был там не один. Вот причина, почему им нужно было возвратиться. Вокруг Иисуса были Его ученики. И, возможно, там были женщины, которые ходили, служили имением. Возможно, были другие. И там дальше, если читать, там, возможно, были фарисеи, потому что там сразу пошел вопрос от фарисеев. Там была толпа, слышите? И им нужно было всем возвратиться, чтобы воздать славу Богу. Чтобы люди увидели, что чудо совершилось. Иначе было бы и дети, и неизвестно, что с ними произошло. Потом Он говорит, где остальные? Почему они не возвратились? Они должны были возвратиться, воздать славу Богу, засвидетельствовать перед другими, что чудо произошло. Если бы этого не произошло, если бы один хотя бы не возвратился, мы бы об этой истории не узнали. Благодаря тому, что Лука это записал, это было внесено в Евангелие от Луки. И мы теперь знаем об этом. И теперь уже более двух тысяч лет мы используем этот пример, эту историю для проповедей, для назидания в вере и так далее, и так далее. Поэтому вопрос Иисуса был справедливый. Почему они не возвратились? Знаете, почему нужно было пойти священникам показаться? Что Он сказал после того, как очистившийся упал к Его ногам? Он сказал, иди. Теперь можешь идти. Все нормально. Можешь теперь идти, показаться священником. Священникам нужно было показаться. Это было нужно для того, чтобы священник этого человека признал чистым. Это нужна была формальность для того, чтобы этот человек мог безопасно находиться в обществе. чтобы ему сказали, ты прошел тест, ты чистый, может быть в обществе. И формальность. Он должен был принести жертву. Поэтому ему нужно было прийти, им нужно было прийти для того, чтобы их... Так, ты чистый, хорошо, в кассу столько-то, туда столько-то, все, идите, в следующей очереди. Там бы никто не прославил Бога. Никто бы об этом чуде не знал. Бог бы не получил никакой славы от этих формальностей. Эти формальности статусные нужны были им, для того, чтобы их восстановили в обществе. Но Иисус сказал, где остальные? Бог должен был получить всю славу. Ученики должны были видеть славу и прославить Бога. Чему все это говорю? Бог совершает много чудес в нашей жизни. И знаете, я разговаривал с людьми много раз. И люди говорят, я стесняюсь. Мне статус не позволяет свидетельствовать о том, что Бог со мной сделал. Я боюсь родственников. Я боюсь, что меня кто-то увидит на работе мое лицо. Я боюсь, что кто-то узнает, что у меня была такая-то болезнь, и я получил это исцеление. Я не хочу, чтобы кто-то знал о моих финансовых проблемах. А на самом деле все должны узнать, что Бог с тобой сделал. Он сказал, почему эти не возвратились прославить Бога, воздать Ему хвалу? Почему? Им нужно именно было возвратиться, потому что там, в Иерусалиме, священников, никто бы славы не получил. Там было бы все банально, формально. Следующий, следующий, жертва туда, это туда, все чисто, нечисто, иди. Но именно вот так получил Бог славу, что человек ходил, кричал, и все ученики, кто были там вокруг, возможно, люди там были, Иисус редко ходил один вообще, они все увидели эту славу Божью и прославили Бога. И так Богу была воздана честь и слава, которую Он заслуживает. Какое-то имеет отношение к нам, я уже буду заканчивать сейчас. Знаете, многие люди, они просят у Бога много чего, но не возвращаются. не воздают Ему славу, другие не слышат об этом. Можно что-то личное скажу, что может кого-то из вас ранить? Так, Коля разрешил мне. Если что, будете, Коля, обращаться можно. Благодаря тому, что тот человек возвратился, мы сегодня это читаем. Поколения читают сегодня, и вера их растет. Если бы Он не возвратился, никто бы этого не знал, не видел. Для Него было важнее возвратиться, упасть к ногам Иисуса, и благодарить, и кричать Богу благодарность, и чтобы все это видели, слышали, нежели Его статус. Он статус поставил на второе место. Его восстановление в обществе. Вы слышите? То, что думают люди и общество, должно быть на втором месте. Где девять? Сначала нужно воздать всю славу Богу, чтобы все видели свидетельства и чудеса Божьи. Потом думать о статусах, что о вас думают люди, ваш руководитель на работе, ваш депортамент. Что о вас думают соседи, родственники? Вы должны везде свидетельствовать о том, что Бог отвечает на ваши нужды. Не нужно говорить, сколько вы церкви, говорите, что Бог с вами сделал. Вы же просите постоянно, Бог постоянно отвечает. У вас свидетельства. Если мы сейчас будем слушать их, часами можем слушать, что Бог вам делает. И вот, Коля, ты мне разрешил что-то сказать личное, что может кого-то из вас ранить сейчас. Я это сделаю, потом попрошу прощения. Как насчет ваших социальных страницах? Где там, слава Богу? Знаете, люди говорят, я стесняюсь рассказать, я стесняюсь показать, что у меня это было, я стесняюсь. Люди не стесняются показывать попки, декольте, губы. Люди не стесняются показывать на качественные мышцы, пресс. Не стесняются себя селфить, показывать себя, чего они достигли. Новые часы, новый телефон, какая у них хорошая машина, на каком они курорте отдыхают. Загадили социальные сети себя любимым. Вместо того, чтобы проставлять Бога, вместо того, чтобы говорить, что Бог делает в вашей жизни. Поэтому, друзья, я бросаю вызов, проверьте все ваши страницы, все ваши сети, кого вы проставляете. Похоть плоти, похоть течи, или гордость житейскую, или там свидетельство, или там селфи с вами, когда вы лежите, полумираете на постели, потом другая фотография, вы уже скачете, вы исцелены, говорите, это сделал мой Господь. А как вы будете свидетельствовать об Иисусе? Как? Если мир ушел в интернет, как вы будете свидетельствовать? Если единицы ходят по улицам, проповедуют, остальные дома сидят, я занят, я занят, у меня селфи, мне нужно срочно показать новую прическу. В конце концов, люди, что же мы делаем? Где девять? Где ваши свидетельства? Где, слава Богу, за то, что Он делает? Это недостаточно сказать у себя в подушку, спасибо, Господь, спасибо. Недостаточно. Везде вы должны публиковать. Не надо о церкви рассказывать, рассказывать об Иисусе. Поставьте свою фотографию, где вы с таким фингалом, извините, и потом другую фотографию, где Он вас исцелил. Вот это, слава Богу, приносит. А не надутые губы, там, прически, пресс, на ком курорте вы отдыхаете, какую вы машину купили, это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, это не проставляет Бога. Таких, знаете, людей полно, их миллионы, они все эти фотки выставляют, и вы тут, каждый их смотрит, и себе. А у меня лучше будет фотка. Мы с вами отличаемся. Где эти девять? Где эти девять? Так что, пожалуйста, я обещал, что я оскорблю кого-то, и потом попрошу прощения. Я прошу прощения, если я задел чьи-то чувства. Спасибо. Все, я обрел милость. Меня оправдали. Пожалуйста, если вы христиане, если вы христиане, используйте драгоценное время здесь на земле, используйте же эти сети, если они у вас есть, чтобы проставлять Бога. Не надо говорить, мне стыдно. Кого ты стыдишься? Чего ты стыдишься? Христа стыдишься? Иисуса стыдишься? Стыдишься указать в своих сетях, что ты был болен, теперь Он тебя исцелил. Поэтому, пожалуйста, сделайте выводы. Посмотрите за последний год все ваши ленты, в Инстаграме, еще где-то. Что там, что там есть? Бога ли это славит? Я хочу помолиться сейчас. Знаете, у меня ревность просто идет. Очень большая ревность. И эта ревность, я чувствую, даже не человеческая. Это Дух Святой ревнует от Церкви, потому что мир должен слышать о нашем Боге, слышать везде. И если уж они уже там, в интернет, если они там уже эти картинки постоянно смотрят, то пусть им попадаются на глаза не просто христианские бюсты, ягодицы, пресс, мышцы. Пусть им попадаются свидетельства о том, что Бог живой. Но я правда говорю, пусть это попадается им на глаза. И не стесняйте, что от вас отпишутся люди, да пусть отписываются. Прославляйте Бога всеми вашими ресурсами. Прославляйте. И делайте это больше и больше и больше. Аминь. Господь, мы знаем, Ты заслуживаешь больше, чем какого-то короткого спасибо. И этот упрек Иисуса, возможно, кому-то из вас он сегодня звучит. Где? Где остальные? Они же тоже получили чудо. Они же тоже очистились. Почему? Почему они не пришли? Почему они не шли, не кричали, не воздавали слава Богу? Где они? Почему мои ученики все? Почему их никто не видит? Где эти люди? Неужели чудо не произошло? Неужели ничего не произошло? Столько много всего происходит. Бог так нас сильно любит. Так сильно Бог, знаете, купает просто нас в благословениях. У нас столько историй. Знаете, два дня назад в тайной комнате Господь просто дал мне такую мысль. Я верю, что это Он. Чтобы мы собрали свидетельства все. У нас их в тексте очень много. А тексты не читают сейчас. Ну, это нужно время садиться. Сейчас люди картинки, картинки. И дал мне такое желание. Уже я говорил это нашей группе. Мы сами возьмемся, будем это делать. Мы не будем ждать. О, у нас нет людей, кто монтажирует. У нас нет людей, кто... мы прославим Бога. Чего бы нам это ни стало. Мы возьмем... У нас текстов их есть сотни удивительных свидетельств. И мы сделаем их, сделаем с них видео. Сделаем там начитку, музыку, текст. И просто будем везде распространять. По соцсетям. Пусть люди слышат, что Бог делает сегодня. Потому что сейчас время, когда люди не знают, за что им хвататься. Где им свою жизнь спасти. Сейчас время, чтобы люди слышали и видели, что делает Бог. Если не читать не хотят, хорошо, мы им сделаем аудио, сделаем им видео и забросаем интернет, чтобы оно им попадалось там. И будем действовать о Боге таким образом. Аминь. Так что... А? Если каждый это сделает, еще раз говорю, мы не преследуем никаких интересов. Не упоминайте ни церкви, ничего. Прославьте Иисуса. Скажите, что было и что Он сделал. Прославьте Бога. Вот и все. Вот и все. Аллилуйя. У нас есть свидетельство? Да. Аллилуйя. Хорошо, я обещал помолиться. Господь, дай смелость. Дай смелость не бояться потерять какой-то статус, но чтобы в первую очередь нас интересовало слава Тебе. Тебя прославить. Не животы свои прославлять, не телефоны, не дома, не машины. Тебя прославлять. Не какие-то игрушки. Тебя прославлять и уже использовать все-все-все ресурсы. Тебя прославлять. Дай смелость братьям и сестрам просто изменить видение своих страниц, своих сайтов, своих каналов. дай мудрость изменить на благо, чтобы являться последователями Иисуса Христа. Иначе когда мы это будем делать? Когда вы это будете делать? Через сколько лет я задаю вопрос? Когда? Я знаю, что все не против, но когда? Когда? Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Благословляю во имя Иисуса Христа. Благословляю, что вы были смелыми и несли Евангелие везде. Это Евангелие о том, что Он делает. Это благая вещь для больных, для умирающих, для несчастных, у кого разрушена семья. Это благая вещь, если ваша семья восстановилась. Это благая вещь, если ваши дети чего-то добились, если у вас прорыв на работе, в финансах. Это благая вещь для людей. И не переживайте. Даже не нужно говорить, в какую церковь ходите. Люди вас просто будут находить в ваших соцсетях и говорят, слушай, помолись обо мне. Слушай, я тут нашел такую картинку, и у меня подобная ситуация. Можешь помолиться? Вот вам и проповедь Евангелия. Давайте использовать это. Аминь. 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 Продолжение следует...